Привет! О, привет! Чё, как дела? Да, нормально дела. А есть что-нибудь, что надо увезти? Да, за неделю вообще куча барахла скопилось. Надо увезти? Надо увезти. Давай покажу. Такие большие пакеты. Да. Давай посмотрим, что принесли. Давай посмотрим, что принесли. Что? Автомат с ракетой. Мужчина принес, отдал за 300 рублей. Что принес, положил, забрал деньги, даже не торговался. Латунный крест с эмалью. Девушка принесла, отдала за 1500 рублей. Такой кувшин. Купили за 300 рублей. Вот эти все игрушки купили за 500 рублей. Железная дорога, такой слоненок. Олег Попов, без рук, к сожалению, сказал, найдет, принесет. Поезд. Машины старые. Вертолеты. Тот же человек принес еще гоночные машинки чуть позже. И грузовики. 200 рублей за все дали. И это все тоже принес тот же мужчина. Общая стоимость, я думаю, примерно полторы за все. Он приходит каждый день, каждый день что-то приносит. Уже полторы недели. Рассказал мне во второй день, что у него случился сердечный приступ. И у него диагностировали какое-то заболевание серьезное. И он может уберечь в любой момент. Говорит, родственники все выкинут. Им ничего не нужно. Поэтому решил все продать. Жить одним днем. Хотя до этого строил большие планы. Хотел оформлять интерьер своего дома в стиле короля Людовика XIV. Там все обить золотом, дорогую мебель. Покупала, рассказывала про какой-то деревянный туалетный столик, который очень ему нравился. А теперь он все снесет к нам. Потому что ему это все больше не нужно. Кофемолку за 200 рублей купили. И чайницу тоже за 200. Целая. А что принес? Кофемолку, по-моему, дворник. А чайницу незнакомый человек. Вот еще прикольная вещь. Я целый день с ней играю. Должен был подниматься. Вот так крутиться. Опускаться. Все это управляется пультом. Пуск. Подъем. За сколько это кокус идем? За 300. Вместе с другими вещами. Классная. Классная. Я даже обзавидовалась. У меня в детстве не было такой игрушки. Прикольные вещи. Ну все, пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ